Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Торы Шмот Мы вчера остановились на том, что фараон хочет расправиться с еврейским народом Для этого он заставил евреев работать на него круглосуточно, всегда Что это было? Это было, что он разделил мужчин и женщин чтобы они работали отдельно и контролировал все, рождаемость хотел контролировать и решил он топить младенцев но перед этим он пытался погубить просто тяжким трудом сначала потом он нашел выход и говорит обратился к еврейским поветухам имя одной из которых Шифра а имя другой Пуа он говорит принимая роды у евреек не сводите глаз родильных кресел если мальчик умертвите его а если девочка пусть живет наши мудрецы говорят зачем умертвить девочка сказал мальчику все понятно что девочек не надо топить нет опасность была в том что девочки предназначались египтянам и привить им египетский образ жизни и уйти их в другую сторону чтобы они были египтянками вот такой у него был замысел но написано что поветухи боялись всесильного и помогали детям остаться в живых что это были за поветухи Шифра это никто иной как Леховед мама Маше которая родилась при входе в Египет дочь Леви а Пуа это Мирьям это имя Пуа у них дано что она так убаюкала младенцев чтобы они не плакали но поветухи боялись всесильного и помогали детям остаться в живых и за это всесильный их наградил потомки Шифры то есть Еховед получили династию Коинам и Левитов дома Коинам и Левитов а потомки Мирьям то есть Пуа получили династию царей такая у них награда ну как к этому вопросу миллионный народ как могут всего две поветухи справляться мы знаем что если огромный народ такой то и много поветух надо очевидно они руководили всеми поветухами можно так себе представить это в общем заслужили они не потому что боялись фараона потому что боялись всесильного вот так фараон спрашивает у них почему вы даете детям остаться в живых они сказали еврейки не похожи на египтян прежде чем к ним прият поветуха они рожают они как животные и можно подумать что они просто пытались отговориться но не тут то было всесильный сделал так что женщины действительно так рожали и сразу по шестеро детей мало того по шестеро еще и все здоровы чтобы ни в коем случае никто не мог сказать что поветухи кого-то умертили то есть это было чудо невероятное после этого фараон услышал от своих звездочетов астрологов разных что должен родиться человек который выведет евреев из Египта в общем придет бед цена страну фараон говорит убивайте то есть бросайте в Нил всякого новорожденного мальчика бросайте в Нил ну мудрецы говорят зачем писать всякого написал бы новорожденных мальчиков бросайте в Нил разновидно всякого то это значит нет разбора между египтянами и евреями кто родился египтянин или еврей бросайте в Нил топите потому что не знали кто он будет избавитель Израиля египтянин или еврей и написано и написано что пошел один человек из рода Леви и взял в жены дочь Леви и она родила ему сына и скрывала три месяца более скрывать его не могла что значит пошел взял ну понятно если он там женится но этого человека как мы дальше узнаем у него уже двое детей у него есть девочка Мирьям то есть ту которую называют Пуа у него есть мальчик Агарон понятно что он уже давно женился чем об этом сейчас писать ну и как написано и познал Амрам жену свою и она родила ему сына нет пошел и взял то есть женился еще раз мудрецы говорят что это было было это так когда Амрам узнал что фараон убивает мальчиков он сказал как же я буду спать со своей женой и фараон будет убивать детей я лучше разведусь и взял развелся со своей женой сейховед взял развелся после этого и ховед была с ним не согласна она выходит замуж как пишет наша устная трагиция вышла она замуж за будущее вождя колена Зволуна Эльцефана сына Парнаха ну это можем прочитать за Львом Асей это имя и рождается детки детки два сына Эльдат и Мейдат после этого очевидно что он с ней развелся и она выходит опять замуж за своего мужа это действует Мильям она сказала папа а ты хуже фараона почему дочечка потому что фараон топит только мальчиков а ты не даешь родиться и девочкам и вот поэтому Амрам снова взял свою жену в жены и родился мальчик которого и назвали впоследствии имени Маше родился мальчик она скрывала его три месяца Будулия скрывать его не могла дело то что когда евреи работали то когда к ним приносили жены еду раз какое-то время разрешалось им встречаться то египтяне записывали эту дату и через 9 месяцев приходили домой если мальчик топили в общем после того она виделась с мужем родился ребенок и она скрывала его несколько месяцев скрывать более трех месяцев скрывать не могла что это значит ведь если ребенок родился 9 месячным 3 месяца это понятно что уже должны были прийти утопить и даже если родился он 7 месяцев 10 месяцев по любому должен утопить как она могла скрывать 3 месяца раб и сломает какие благословенные памяти говорит а что такое 7 месяцев когда ребенок остается живой это 6 месяцев и 1 день уже ребенок остается живой вот Машея родился 6 месяцев и 1 день поэтому у него распоряжение до проверки египтян было 3 месяца около 3 месяцев поэтому она его скрывает 3 месяца потом она понимает что вот должны утопить ребенка выхода никакого нет она решила на волю судьбы как всевышний решит так и будет взяла сделала написано ларец из папируса обмазала его смолой асфальтом снаружи стороны обмазала тем что запах какой-то смолы а внутри асфальт который хорошо пахнет так мудрецы наши говорят и поставила его в корзинке на берегу Нила и решила вот что будет то будет Нила это очень опасная река и это нельзя сравнивать с обычными европейскими реками там бегемоты крокодилы и змеи и что угодно хорошо в общем в этот момент дочь Хараона батя как мы ее знаем пошла искупаться в реке опять что значит искупаться в реке это что Самара или это Днепр или что это за река такая что в ней можно искупаться тут крокодилы тут бегемоты невероятно что змеи скорпионы это разве можно такой реке искупаться неужели во дворце не хватает бассейна наши мудрецы говорят что она поняла что ее жизнь дальше бессмысленна и она решила стать еврейкой принять иудаизм вот она так решила и она обязана в конечном итоге погрузиться в миквы миквой служит океан море река и вот она решила в ней не искупаться она была окунуться пришла и тут всевышний прислал такой подарок мальчик плачет написано что она вытащила из воды увидела что мальчик обрезан и сказала не незначе он из детей евреев мальчик был обрезан ему обрезание делали он родился обрезан такое было чудо и пыталась она найти ему кормилицу египетскому но ребенок не хотел тогда сестра Маше Мирьям она следила за этой всей ситуацией она сказала не позвать ли тебя кормилицу еврейку и она пойди приведи я уплачу и она привезла привела во дворец маму Маше и Хавет и батя отдала этого ребенка которого назвала Маше потому что из воды она вытащила его она говорит это имя египетское так у Маше осталось у него было 10 имен Медраж говорит но именно это имя которая его назвала Бакия так и осталась Маше и она говорит выкормим и когда выкормишь приведешь ее сюда я тебя уплачу за это и Ехавет достал свое сын и она его выкормила и так он становится принцем Египта а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поедуши Михаил Бен Леви Берт Абат Исраэль Павел Бен Эфим Саму Бен Герш Хайм Алк Абат Иосиф Роза Михаил Память Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель Яков Бен Григорий Здоровья Светлана Бат Клара Шимон Бен Исхак Борис Бен 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 Анна Бат Ривка Полина Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Ивей Бен Софья Двой Бат Моисей Бен Ева Ирина Бат Вой Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Моэль Ивей Бен Берт Ита Фира Бат Анна Геннадь Бен Елена Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Сара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вад Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Берта Ася Бат Года Мар Бен Нина Ира Бат Вера Леор Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Ефим Бен Соня Май Бат Фаина Алексей Бен Ольга Мазл Парнасас Гула Ирина Батури Арон Рей Бен Ри Загрош Шадух Арон Рей Бен Двор Рад Диз Бен Хум Абигаль Бат Цара Хана Бат Аврагам Рафаэль Ри Лей Бен Лариса Парнасас Абрюд Владим Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего Хорошего Легу Марченко Всем Брахап Парнасас Каванам Мазл То Что Мы Это Время Не Грешили Читали Тору Всем Все Слав Наилучше Желаю Всем Крепчайшего Здоровья Пусть Закончится Скоро Эта Война И До Следующих Встреч Надеюсь Настоится Завтра В 15 Часов Шалом